Доброе утро, мои дорогие! Смотрите, какие облака! Не зря сегодня снег обещали с дождём, и прям так холодно. Я вот за этими птицами наблюдаю. У них правда прям... планёрка или собрание какое-то. Вот они, их было много. Они сидели тут, распевали, болтали, болтали, и потом потихонечку начинают по своим делам разлетаться. Вот видите? А было прям много всего. Обговорили, и вот они в это время, в семь часов они вот так собираются. Ну, посмотрите, какие облака. Господи, мне кажется, я и не видела таких облаков. Седые такие. Ой, ну что, мои лапоньки, начинаем новый день? А ты что, одна неделуха осталась? У тебя забот никаких нету? Сидит она. Летит тоже по делам. Задумалась. Чем бы мне заняться? Ну, ладно, надо просыпаться, пойти кофейку попить. Чё, мой хороший, кот сегодня даже не явился домой. Я всю ночь шастала, просыпалась, ходила тут на улицу. Выйду. Мася, Мася, ни ответа, ни привета. Да не... О, о, о. Где вот он шляется? Вырос подросток. Ой, Господи. А ты переживай, сиди. Так, ну ладно, надо. Я ещё не умытая. Поэтому умоюсь. Опять собрались. Теперь я знаю, чего они обсуждают. Погоду. Всего один градус тепла. А я ещё думаю, что-то ночью как-то было холодновато. Ну, не пойдёшь же опять в темноте вот это вот на улицу, в другую комнату отпирать этот котёл. Ну, оказывается, вон, чего горлица ещё прилетела. Они всё в стороночку от неё. Ой, холодно, да. Ну что, налила себе кофе, жизнь налаживается. Вчера смотрела передачу. Ну, я её постоянно смотрю. Вот. И там молодой человек, он живёт в Китае, наш русский, ну, там рассказывал всякие новости. Вот. говорит, что это сам. В Тайване пошло какое-то повальное сумасшествие. Люди меняют имена свои. Причём, меняют их на имя лосось. Ну, вот та вот, это я вам показываю, что я не придумала. Это у Орламова в передаче мальчик вот из Китая рассказывает там новости последние. Ну, и, собственно говоря, там заинтересовались, что случилось, почему именно лосось. Но, когда узнали, оказалось, всё очень просто. В каком-то ресторане или там в суши-баре короче говоря, лосось бесплатно дают, если у вас имя лосось. Ну, да, вот я посмеялась. А что-то насморк у меня. Это, я посмеялась, а потом думаю, а у нас? Ну, после Ленина вот пошли эти Владилены, Владлены, ой, масса всяких просто имён. Моей мамой была приятельницей, они вместе работали. И звали её Перлю на льди. Ну, то есть первые люди на льдине. Высадились там когда-то. Вот. И надо было вот назвать девочку таким именем. Так что мы тоже недалеко ушли от них. А вот это вот в 70-х годах в начале, когда вот этот фильм-то прошёл на наших экранах-то про Анжелику. Ведь с тех пор у нас столько Анжелика развелось. А имя-то очень подходящее той даме. Я вот по Питеру гуляла, там очень много объявлений. Ну, вот, девочки там по вызову, на дому, там где угодно. И больше всего Анжелика, Жанна и Снежана о чём-то говорит. Просто так ничего не бывает. Так что вот так вот. Кто лосось, кто ещё чего. что-то я не очень хорошо себя чувствую прямо. То ли весна, может, знаете, вот эти начинают хронические всякие вот обостряться. То ли погода вот такая, то так тепло, то и так тепло. Вот сегодня понедельник. Почта не работает. завтра я поеду на почту, отправлю остальным девочкам, кому я чего должна отправить. Ларисе, Кристине. Вот. И это самое. А, Ирина вчера мне звонила из Сочи. Она уже получила мою бандерольку. Но она такая вся девочка-девочка. Она говорит, я теперь самая красивая. Ради Бога. Насильная радость. Так, ну ладно, я сейчас кофе допью, таблетки выпьем. И что-то, пока ночью не спала, планов было громадье. И то надо было сделать, и это. Ну, сейчас посмотрим. Ладно. Да, начнешь тут дела делать. Смотрю у Ларисы, у Табашниковой новое видео. Надо посмотреть. Ну, он там 15 минут. Очень люблю ее видео. Посмотрела видео Ларисы и села опять делать. Очень мне нравится вот этот пулон Мурана. Кто не знает, Мурана это остров недалеко от Венеции? Где делают стекло? я думаю, все знают, наверное. Мурана. Вот, вот этот доставшийся мне случайно кулончик. Очень давно мне хотелось сделать из него что-то, но что-то такое, чего я обычно не делаю. И вот тут в помощь мне пришло вот это вот винтажное украшение. Я его разбираю. У меня есть вот такие из опалового стекла бусины. Они очень красивые. Очень красивые. Они так на свету переливаются. Ну, и вот захотелось мне чего-то сделать такого для меня необычного. Вот, и я решила соединить вот эти бусины с этими элементиками. Ну, что, посмотрим, что получится. Дело двигается потихонечку. Вот такое вот будет украшение. я еще раз повторюсь, для меня это непривычно. Редко делаю такие украшения с трубочками, с палочками, очень редко. Ну, пока мне все нравится. Вот, еще дособираю, потом вам покажу. Они на свету так переливаться будут, эти бусины. Как драгоценные камни. Не побоюсь этого слова. Ну, я продолжаю. Отсоединяю. Палочки собираю, бусинки. Думаю, еще, наверное, полчасика и будет готово. Вышло передохнуть. Глаза устают, зрение-то уже никакое, работа мелкая. Явился мой полосатый друг. Поел и завалился спать. Причем, почему-то спать завалился под кровать, а не на кровать. Хотела его снять, не могу согнуться туда под кровать. совсем одичал, совсем парень прям гулено дикий. Ну, что делать? Вот такой характер у кота. Да, оно и было видно по-маленькому, что он тот еще парень растет. ой, ладно, сейчас пойду доделаю украшения. меня еще сохнет вот такое миска или что это, не знаю, там тот же самый лист, только будет внутри. Я такая грубая для улицы. Не знаю, когда высохнет, надо в дом заносить. При такой погоде это надолго будет. Да, девочки мои. Кто-то напишет, что скучно, смотреть нечего. Жизнь такая у меня тут. Собственно говоря, единственное разнообразие это то, что я делаю руками. А так-то чего? День сурка каждый день. Одно и тоже. Ну, я хоть куда-то летаю. Я думаю, что большинство девочек в моем возрасте так же живут. А то еще и поскушней. Так что чего бога гневить. У меня хоть какие-то разнообразия бывают. Ничего. Бог даст еще что-нибудь интересненькое будет в жизни. Не просто же так. Ну, что же, вот родилось новое украшение. на мой взгляд, оно шикарное и стильное. Посмотрите, как эти бусины на свету переливаются разными цветами. Длиной оно 60 сантиметров без кулончика само украшение. И сделаю вот такие серьги. Хоть я редко делаю такие украшения, но мне нравятся. Красивые необычные. Вот сзади застежка лебедь. Я ее очень люблю, потому что она позволяет без посторонней помощи застегиваться, расстегиваться очень хорошо. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Жду ваших отзывов. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Чистила, чистила, и все равно какая-то чумаза. Манекен. Будем работать дальше вместе. Спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!